Привет! О! Здравствуй, дорогой! Слушай, хорошо, что зашёл. Мне тут срочно нужно увеличить прибыль ресторана. Я накидал несколько вариантов. Хочу посоветоваться. Ну, давай. Смотри, пока только три. Значит, платная соль, платные стулья и один подход официанта к столу 500 рублей. Ты начала неплохо, да? Да. Слушай, вообще-то я по делу. Тани нету? Неа. Ты же её знаешь. Она либо в библиотеке, либо в публичной библиотеке. Ну, отлично, потому что я к тебе, как к управляющему рестораном. Я вас понял. Присаживайтесь, Владислав. Что вас интересует? Майкл, ты не мог бы закрыть ресторан на час? Я там хотел бы с Таней один на один остаться. Ну, Влад, я, конечно, всё понимаю. Я тоже сам сторонник экспериментов, но на этих столах потом люди есть будут. Просто хочу Тане сделать предложение в романтической обстановке. Только пока это секрет, так что никому, хорошо? А-а-а! Что? Ты решил сделать Тане предложение? Ты решил сделать Тане предложение? Майкл, прикинь, она вообще офигела. Кузя, по-моему, ты забыл рассказать начало истории. А, ну да. Прикинь, я вчера из спортбара пришёл в три часа ночи. А Алка даже не спросила меня, где я был и с кем. Прикинь, она вообще офигела. Кузя, так и наоборот, радоваться должен. К чему? К тому, что Алка не ревнует меня? Нет, мне так не хочется. Мне хочется, чтобы она мне ревновала. Ревнует, значит, любит. Да ты что? Да, я спид-инфо прочитал. Кузя, ну что ты как ребёнок, а? Что за глупости? Я никогда не говорю глупости. Майкл, я придумал, как Алка меня стопудово заревнует. Только мне твоя помощь нужна. Слушай, ну что вы все ко мне пристали, а? У меня что, на лбу МЧС написано? Не, не написано. Майкл, да там и помощи-то так, немного. Майкл, поставь мне засос. Что? Ну, засос. Губами, в шею. Так, что, как синяк. Кузя, я тебе за такую просьбу реальный синяк поставлю. Совсем офигел? Я мужчина, какой засос? Иди вам Таньку попроси. Таньку нельзя, у него парень есть. А у меня парня нет, значит мне можно, да? Офигенная логика. Спасибо. Ну, давай. Кузя, ты сумасшедший или прикидываешься, а? Какой засос? Ну, ты хотя бы немножко понимаешь, что ты просишь и у кого? Ну, не очень надо. Ну, ради меня и Алки. Кузя, я мужчина. Во мне течет кавказская кровь. Я никогда этого не сделаю. Круто получилось. Профессионально. Блин, что я делаю, а? Кузя, если об этом кто-нибудь узнает, я буду это отрицать даже под страхом смерти. Понял? Да кого мне говорить? Все нормально будет. Геночка, а не хочешь ванну принять, а? Нет, спасибо. Что? Ты чего, дядя Степа бронированный, вообще оборзил, а? Извините, Сильвестр Андреевич, просто книга очень интересная, зачитался. То, что читать умеешь, хвалю. Еще раз увижу в подобной позе, уволю, понял? Что читаешь-то хоть? Новый роман Веры Павловны. Только сегодня вышел. Отведешь, какая у меня женщина, а? Талант? И когда только успевает, по ночам, что ли, пишет? Да, по ночам. В смысле? Ну, тут так и написано, прям как про вас, Сильвестр Андреевич. Вот, его ослепительная улыбка сводила Леру с ума, но он был уже не молод, и поэтому по ночам ее друзьями были ручка и бумага. А как красиво все начиналось. Как вас зовут? Спросила Лера. Селестер, гордо ответил он. А вот еще, вот еще. Он взял ее на руки. Лера чувствовала, что ему тяжело. По-моему, у него даже что-то хрустнуло. Но Селестер мужественно нанес Леру к себе в спальню. Так. Тебе рано еще такое читать. Лера лежала на кровати в ожидании чуда. Селестер с горящими глазами, словно тарзан, прыгнул в постель. Ну ажа через две минуты Лера поняла, что чуда не будет. Видимо, плохо дела у Майкла. Совсем никто в ресторан не ходит. Да, действительно, странно, словно какой-то волшебник оставил нас одних. Влад, я скоро приду. А ты что здесь делаешь? Я делаю то, что должен делать. Я спасаю Тане жизнь. Если ты сейчас отсюда не уйдешь, будешь себе жизнь спасать, понял? Кто? Я? А кто я? Влад, это и есть твой сюрприз? Нет, это мальчик просто заблудился и зашел спросить дорогу. Он сейчас уже уходит. Никуда мальчик сейчас уже не уходит. Я сейчас скажу все, зачем пришел. Сейчас, сейчас. Извините. Мне надо уйти. Я потом договорю. Таня, извини, мне тоже нужно идти. Куда? Как бы это глупо не звучало, но за Сашей. А как же ужин? А, ужин. Да, слушай, ну, ну, закажи себе что-нибудь, ладно, поешь. Привет. Че звал? Привет. Да так просто. Что это? Где? У тебя на шее, что я спрашиваю? А, это? Какая-то девчонка в баре поцеловала. Какая еще девчонка? А я че помню. Там их знаешь сколько? А ты че так удовольный? Понравилось, что ли? Ну, круто. Ревнуешь. Я щас тебе устрою, круто. Ты у меня щас попляшешь. Вот это мне нравится. Значит, любишь. Прикольно. А ты меня, сволочь, похоже, нет. Ты че разлегся, а? Насоснулся с какой-то лохудрой. Я тебе решила отдохнуть, да? Алка, хорош, хорош. Что хорош ты, кобелина, а? А ну-ка давай, пошли твою шмару искать. Я сначала ей глаза выцруб, а потом тебе кое-что отрежу. Не надо мне ничего резать. Это не девушка была, это Майкл был. Я попросил, чтоб он, и он сделал. Какой еще Майкл? Наш Майкл, который вот тут спит. Кузя, тебе что, еще и мозги все высосали? Поумнеет маску не мог придумать? Ты че, не веришь? Я щас. Майкл, иди сюда. Сейчас Майкл придет и расскажет, как он меня того, сюда вот. Угу. Майкл, кто мне засос поставил? Что? Какой засос? Ого! Кто это тебя-то, Кузя? Ты! Ты че думал, друг тебя спасет? Врет он мне, а? Вообще обнаглел! Ого, ты че? Майкл, ты че? Да вы че? Это же ты сделал, скажи! Ты что, друг, у меня на такое губы не поднимутся? Да ну вас! Куда мы намылились? В кафе. Куда? Все, Кузя, нагулялся, никаких кафе и девчонок. Сейчас быстро пошел и лег в кровать. Я потом приду и проверю. Выйдешь из блока. Без моего разрешения поводок куплю. Пей. Спасибо. Не имею привычки пить слабительное в середине дня. А кольца глотать ты, значит, имеешь привычку, да? Пей, говорю. Не буду. Не буду. Я не дам тебе сделать тайне предложение. Понял? Слушай, может, тебе еще наши паспорта дать на десерт, а? Вдруг ты не наелся? Хотя знаешь что? Подарись ты этим кольцом. Не нужно оно мне. Я куплю новое. А тебе вообще советую смириться с тем, что Таня уже не твоя. Или, может быть, ты ее тоже съешь, а? Ну так, чтобы никому не достало. Ну, отлично. Пять, шесть, семь. Ой, вроде все. Ой. А что это? Это твой новый роман. Весь. Целиком. А почему это все здесь? Потому что это грязная клевета на наши отношения. Как ты вообще могла написать роман про нас, да еще выставить меня в таком свете, а? Сильвестр, ну это... Кажется, я теперь Селестер. Да, Лерочка? Сильвестр, это литература, понимаешь? Художественный вымысел. И я имею право писать, что захочу. А-а-а! Вот этого ты хочешь, да? Вот этого? Ха-ха-ха! Вот этого ты хочешь. Лучи солнца только проникли в комнату, а Селестер уже держал в руках бокал с коньяком. А Лере так хотелось, чтобы держали ее. М? Ладно. А вот это что? Селестер уже спал, когда Леру вновь охватило желание. Лера стиснула зубы и попыталась уснуть. Ведь она знала, что второй раз Селестеру не под силу. А-а-а! Как же ты могла? А вот это что? Лера была очень мужественной женщиной. Ведь, несмотря на постельные неудачи, она продолжала искренне любить этого милого старика. Старика! Что это такое? А? Лера, то есть Вера, что это? Это роман. Жизнь в раю. Ты пойми, читателю нравится, как это... Ни одному читателю это уже не понравится. Я скупил весь тираж. Успели продать пять книг. Селестер Андреевич, покупатели нашли, книги отобрали. А? Вот и все, Лерочка! То есть Лерочка! Да как ты мог? Как ты мог, Сильвестр? Ведь это же книга! Книга для меня это все! А ты меня запер здесь, в этой золотой клетке! И я уже не могу писать без вдохновения! У меня здесь даже фантазия перестала работать! О чем я еще могу писать, кроме как о наших отношениях? О чем? В этой книге вы тоже поссорились. А в этой книге никакого охранника не увольняли? Вот я дурак, чего я лезу? А, вот ты где! Ну, объясни мне, что это было в ресторане? Зачем ты приходил? Я, Тань, просто так получилось, в общем, в общем, вот, вот. Тут такая ситуация, я хотел... Что это? Обручальное кольцо? Да, понимаешь... Саша, Сашенька! Я даже не знаю, как сказать это... Не надо ничего говорить. Сашка, я согласна. Кузя, ты куда? В душ. Так, от тебя пахнет чужими духами. От меня? Нет, не пахнет. Как же нет, если да? К тому же дешевкой какой-то. С кем шлялся? Да это... А ну-ка, смотри в глаза! Это не духи, это, наверное, освежитель воздуха в туалете. Давай, неси его сюда, будем проверять. Неси, неси! Алка, а ты не видела мой телефон? О, а что ты с ним делаешь? Знакомлюсь с твоими бабами. С какими бабами? Так, кто такая Катя Михайлова? Зачем она тебе звонила? Во вторник. Алла, не надо! Ну ты чего? Я ничего, сейчас про тебя узнаю. Алла, ну... Алло, я так понимаю, это Катя? Слышь, ты, Михайлова, еще раз позвонишь по этому номеру? Я тебя курицей общипаю, я тебе глаза... Ну а что ты меня все время затыкаешь? Ой. А вы Екатерина Ивановна? Кузина тетя? Извините, я... Я ошиблась? Да. Как поживаешь, моя Клеопатра? Твой Цезарь пришел поднять тебе настроение. Сильвестр, Сильвестр, ты, похоже, с утра себе уже настроение понаподнимал, да? Нет, я просто вижу, Веречка, что у тебя здесь не работает фантазия, и я должен ее подогреть. Что скажешь, моя Клеопатра? Я согласна, мой Цезарь. А ты где костюмчик-то стянул? Да в Большой позвонил. Пришлось, правда, три спектакля отменить. Ну ничего, пофиг. Ты готова творить, моя Клеопатра, а? Я готова, мой Цезарь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут она говорит, я согласна. Представляешь? Так ты что, тоже Таньке предложение сделал? Вы там что, все сговорили, что ли? Да я же не хотел, я наоборот, извиниться хотел. Кольцо Влада вернуть, а она... Ясно. Ну, я так понимаю, теперь моя очередь Таньке предложение делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень смешно. Представляешь, вообще не понимаю, как я согласилась. Просто на автомате. Знаешь, будто рефлекс какой-то. Мужчина, кольцо, надо говорить да. Ага. Пока он не передумал. А я ведь это много раз представляла. Именно с Сашей. И вот не сдержалась. Алла, что делать? Что, что? Не знаю, что. Ой. Лешеная! Канадья! Ты черчей! Ой, ой, ой. Ой. Ну, что там? Хватает? Хватает, хватает. Так. Остался эпилог. Сильвестр. Значит так, мадам Бонасье. Все. Ваш Д'Артаньян устал. Он дрался сегодня с тысячу гвардейцами. И хочет спать. Слушай, давай сама. Сама, сама, сама. Сама. Понятно. Сильвестр. Силестр. Силестр в этот день для Леры был и Цезарем и Наполеоном и Суперменом. Но когда Лера захотела и самого Силестра Силестер уснул. И, как обычно, не мог ее удовлетворить. Круто. Что круто? Круто, что Алка ко мне ревнует. Ну, это, конечно, да. Круто. Я думаю, что вы даже умрете в один день. Ну, ты, понятное дело, от старости. А она специально. Ну, чтобы следить. Вдруг ты там за какой-нибудь бабулькой бегать начнешь. Да нет, я просто это понял, что ревность это реально круто. Знаешь, как Алка сейчас меня любит? Ну, я рад за тебя. Только это, Майкл, я хочу, чтобы она еще сильнее меня ревновала. Раза в два. Ты это к чему клонишь? Майкл, сделай мне второй засос. Кузя, ты уже переходишь все границы. Ты, между прочим, сегодня меня сдал, а обещал никому не говорить. Майкл, это нужно для нашей с Алкой любви. Я один раз уже пошел тебе на уступки. Второго раза не будет. Ну? Ну, ладно, ладно. Блин, Кузя, как же ты меня уже достал, а? Спасибо. Кузя, ты чего мне звонишь? Вот видишь, Алка, я же тебе говорил, это он меня целовал. Вот это лохудра. Майкл, это Кузя говорил правду? Ну, как правду? Майкл, ты чего? Это он меня целовал? Вот, сравни засосы. Ну, целовал, целовал. Кузя, как же ты меня уже... Вот видишь, я же говорил. Вижу. Вижу, вижу, что ты у меня дурачок. Приятно, что ты это все для меня? Для тебя. И это, Алка, ты лучше Майкла целуешься. Подожди, Влад, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Да? Ты знаешь, мне тоже с тобой нужно очень серьезно поговорить. В общем, Саша дал мне вот это, и я... ты смотри, все-таки вышло, а? Что? В смысле? Ну, кольцо, его же Саша проглотил. Ну, мы сидели в ресторане. Я решил сделать тебе предложение. И бросил это кольцо в бокал с вином. А тут этот придурок появился. А теперь, видимо, время пришло, оно и вышло. Понятно. Теперь все понятно. Влад, подожди. Мне нужно кое с кем поговорить. Саша! Саша! Ты слишком далеко зашел. Проглотить чужое кольцо, а потом им же сделать предложение это низко! Таня, я сейчас все объясню, Таня. Не надо мне никаких объяснений. Ты поступил как подлец, как сволочь, как... Таня, на самом деле ты неправильно поняла. Я не делал тебе предложение. Ах, я еще и виновата. Ну, Саша, я была тебе не лучшего мнения, но теперь ты упал еще ниже. Таня! Влад, ты купил новое кольцо? Да. Оно, конечно, не такое, как то, но я надеюсь, что тебе понравится. Доставай! Татьяна, мы с тобой знакомы не первый год, и я хотел предложить тебе... Все, я согласна. Субтитры сделал DimaTorzok